В Югре создали региональный штаб по безопасности. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперштаба. На совете обсудили указ президента России о введении военного положения на территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. В связи с этим в нашем округе будет действовать уровень базовой готовности. Кроме того, глава региона поручила руководителям подведомственных организаций усилить безопасность на объектах энергетики, транспорта, коммуникации и связи. Победа будет с нами, нормально все будет. Ждите главное, верите. Находимся в спортивном комплексе «Дружба» в Кантемансийске, где проходит отправка добровольцев. И вот сейчас мы поговорим с специалистом Центра поддержки семьи военнослужащих. Она выдает наборы для новобранцев от неравнодушных жителей города и администрации Кантемансийского района. Татьяна, здравствуйте. Что получают наши новобранцы по дорогу? Покажете? Да, конечно же, покажем. Это, соответственно, приятности, сладости, чай, что может пригодиться нашим военнослужащим, печенье, чай, макаронные изделия быстрого приготовления и, конечно, консервные изделия. От администрации района, города Кантемансийска и жителей непосредственно, кто неравнодушен к нашим военнослужащим. А чем еще Центр поддержки семьи военнослужащих занимается? Мы непосредственно в дальнейшем ведем именно семью военнослужащих и, соответственно, оказываем помощь по любому вопросу и, конечно же, не бросаем в такой тяжелый ответственный час. Атмосфера в зале царит приподнятная, особенно среди тех, кто отправляется на обучение. Боевой дух у наших югорчан на высоте. Ну, кто, если не мы. Тем более, три с половиной года службы есть. Можно и продолжить. Провожают супруга в зале сидит, родственники, тети, дяди. Вчера свадьба была, грубо говоря, раз писались. Ну, сейчас что, подготовка, естественно, вспомнить боевые навыки, вообще боевое слаживание провести, тактические занятия какие-то, топографические занятия. Нам остается только всяческих поддерживать, пожелать им удачи и ждать возвращения домой в Югру. Антон Войтович, Виктор Севков, ТВ, радиокомпания Югра, Ханты-Мансийск. В Ханты-Мансийске военкомат отказал югорчанину, который хотел стать добровольцем для участия в специальной военной операции. Из-за возраста. Мужчина родился в 1937 году. Валентин Колчанов принял решение вступить в ряды вооруженных сил сразу после того, как узнал о начале частичной мобилизации. Он родился за четыре года до начала Великой Отечественной войны. Помнит голод и лишения. Участвовал в восстановлении страны в послевоенные годы. Своё решение стать добровольцем объясняет просто. Давал присягу, а её дают на всю жизнь. Все же хотят жить. И жить хорошо хотят все. Быть счастливыми. Чтоб не было войны. Никогда не было. Вот за это надо и бороться. Защищать родину свою. А кто защитит, кроме нас? Югорские следователи найдут виновных в пожаре на автозаправке в Сургутском районе. Напомню, ЧП накануне произошло в поселке Белый Яр. На ЗС загорелась цистерна с топливом, после чего пламя перекинулось на административное здание. Спасатели боролись с огнем больше получаса. В пожаре пострадали два человека. Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего. Кроме того, проверку проведут сотрудники местной прокуратуры. Они узнают, как на предприятии соблюдали требования промышленной безопасности, охраны труда и противопожарных правил. За безопасностью в школах Югры будет следить искусственный интеллект. Об этом на заседании регионального правительства рассказал директор Департамента образования и науки Алексей Дренин. Этот вопрос ведомство прорабатывает вместе с Департаментом цифрового развития. Накануне в регионе утвердили регламент о пропускном режиме в образовательных учреждениях. Этот документ разработали по поручению губернатора Натальи Комаровой. Специалисты учли опыт других субъектов страны, а также рекомендации Росгвардии и полиции. Например, входные двери и запасные выходы необходимо оборудовать прочными запорами и электромагнитными замками. При этом в случае эвакуации они должны легко открываться изнутри. Родители смогут прийти в школу только по предварительной записи. Классные руководители должны будут передать охраннику список посетителей с подписью и печатью руководителя. В Югре определят лучших среди молодых изобретателей. В округе проходит десятый по счету конкурс детского технологического творчества. В нем участвуют школьники от 9 до 18 лет. Они представили свои инновационные разработки, которые могут быть полезными для человека. Например, это электрифицированное пособие для изучения условных графических обозначений и устройства для сбора мусора. Победители конкурса войдут в список претендентов на получение грантов президента России, а также смогут полноценно реализовать свои проекты. Ребята, которые принимают участие в нашем конкурсе, становятся призерами, получают дополнительный доступ к образовательным программам Центра Сириус, получают дополнительные баллы к ЕГЭ и получают преференции при дальнейших участиях в Олимпиадах Всероссийского урока. Это служит дополнительной мотивацией для школьников, у которых есть инновационные идеи. Многие из них участвуют в конкурсе не первый раз. Сейчас в муниципалитетах завершается его первый этап. Финал пройдет 18 ноября в Фанты-Мансийске на площадке технопарка Югры. У нас это очень хороший опыт. Это технический конкурс, в котором можно как-то проявить свои способности. Еще в прошлом году хотели в нем участвовать, но наш проект находился только на стадии ранней-ранней разработки, и там просто не было возможности участвовать. В этом году он уже на стадии прототипа. Тема для уборки – мусор на пляжах, либо же на песчаных местностях. Его суть в том, что он будет кататься просто на пляжах, просеивать огромную территорию, тем самым собирая весь мусор из себя, а потом выбрасывая его в пакеты. Югорчане за пять месяцев прочитали больше 76 миллионов страниц. Итоги больших книжных гонок подвели на этой неделе. Награждение победителей регионального проекта прошло в окружной столице. Напомню, масштабные книжные соревнования стартовали в мае. Югорчане все это время обносили на сайт проекта информацию о прочитанной литературе. Победители среди муниципальных районов и городских округов определяли по количеству зафиксированных страниц. Так самым читающим стал Сургутский район. Его жители оселили больше 10 миллионов страниц. Второе место и результат в 9 миллионов 700 страниц у советского района. Среди городов победу одержал Нижний Вартовск. Жители столицы Самотлора прочитали 9 миллионов 300 тысяч страниц. В Сургуте осталось 865 дольщиков, чьи права были нарушены. 256 ключей от заветных квартир накануне получили покупатели квадратных метров ЖК «Любимый». Теперь сургутяне надеются дождаться сдачи и других жилкомплексов – Уютный и Риверхаус. Если с одним из домов Уютного все более-менее ясно, туда зашел подрядчик и приступил к строительству, то во втором пришлось корректировать проект. После его согласования еще предстоит искать застройщика. Пятый дом Риверхауса вообще уже готов к эксплуатации. Отдать ключи дольщикам мешают судебные разбирательства над подрядчиком. При этом дом уже подключен к отоплению, здесь работают лифты и есть управляющая компания. Там идут судебные разбирательства, связанные с банкротством застройщика. Поэтому там по мере того, как будут приняты арбитражным судом и судом касаться, там сразу несколько исков рассматриваются в суде. Но тоже надеемся, что до конца года уже дольщики этого дома, который абсолютно готов, уже стоит под всеми парами, условно говоря. Дмитрий Захаров в составе национальной команды примет участие в суперсерии. Соперником будет сборная Кубы. Это противостояние по праву считается легендарным. История встреч насчитывает уже больше полувека. А все бои обычно яркие и интересные. Югорчанин Дмитрий Захаров в весовой категории до 71 килограмма выйдет на ринг против чемпиона Кубы Риньера Сальгадо. Спортсмены будут биться по правилам профессионального бокса. Лига бокса, суперсерия, Россия Куба пройдет в Санкт-Петербурге. В Хантамансийске стартовало окружное первенство по автомногоборью. Это соревнование, где участники должны сочетать в себе спортивную сноровку, техническую подготовку и интеллект. В стартах принимают участие 30 школьников и студентов из пяти муниципалитетов региона. Среди дисциплин, знания правил дорожного движения, оказания первой медицинской помощи, а также мастерство в вождении автомобиля и замене колес. По словам организаторов, данный вид спорта сегодня активно развивается в Югре. По итогам соревнований участники могут получить спортивный разряд. А команда, занявшая первое место, поедет защищать округ на чемпионат России в Анапу. Я уже на протяжении 7 лет занимаюсь картингом. И как только я узнала, что есть такие вот соревнования, сразу же решила в них поучаствовать. Так что машинки маленькие, а тут ваш автомобиль. Так что машинки маленькие, а тут ваша машина. Так что машинки маленькие, а тут ваша машина. Так что 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 машина. Продолжение следует...